Мы рады приветствовать вас в нашем женском клубе Ямалочки. Именно здесь каждый может поделиться всеми своими эмоциями, переживаниями, полезными советами и, конечно, опытом. Кстати, девочки, по поводу опыта. Сегодня, пока ехала на работу, по радио услышала, что буквально месяц остался до Нового года. Я тут поймала себя на мысли, что пора как бы приводить свои мысли, ну и, собственно, тело в порядок. Только вот в этот месяц году, именно сейчас, весь год, что мы делали, неизвестно. А вот сейчас, да, нам пора. Ну это у нас был перерывчик, знаешь, такой между летом и Новым годом. Нет, я просто считаю, что мы отражаем тренд общества. Ну все так делают. Конечно, все начинают с понедельника. Да, 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 потому что надо платье купить, надо выглядеть супер. Не отекший, не с синяками под глазами. Вот поделитесь своим опытом, потому что, ну вот, я перепробовала все. Помните вот эту вот кремлевскую диету, где мы ели одну икру красную? О, ты ела? Да, представляете, даже такое было. Не знаю про такую диету. Даже моя мама сидела на такой диете, на таком питании, как называлась, кремлевская диета. Что с почками потом было. Да, кстати, все прекрасно, но не похудела. Но настроение было отлично. Было отлично, да. Но она была довольна собой, что она сделала что-то. Что-то, да. Это же тоже важно, ну, сделать что-то для себя, результат. Есть же люди результат, а есть люди процесс. И нужно это всегда разделять, да. Есть люди, которые кайфуют от процесса, и им результат не важен. А есть люди, которые нацелены на результат. Поэтому я считаю, что каждому свое. Вот поделитесь опытом. Вот у меня тоже была и кето-диета. Вы знакомы вообще, что такое? Да, жировая диета, кстати, очень хорошие результаты показывает, говорят. Говорят? Ну, для меня жир и диета в голове просто не связывается, что надо есть много жира. А какой жир при этом употребляется? Животный или растительный? Растительный и животный, все жиры употребляются. Там просто нужно какое-то соотношение. Просто у меня чисто психологически я не смогла переварить эту информацию, что там такое объяснение, что жир притягивает к себе жир, и вот он выводится. Ну, я, конечно, как дилетант рассуждаю, потому что, на самом деле, я не могу профессионально на эту тему рассуждать. Вот это вот интервальное голодание, откуда оно вообще взялось? Мне кажется, ну, вот мы должны есть, когда мы хотим, да, тогда мы должны есть. У нас есть завтрак, у нас есть обед, у нас есть ужин. С детства режим. Ну, у меня женщина знакома, вот она сейчас обратно садится на эту диету. Обратно? А где было это время между? Между, ну, то есть она кушает, да, как мы даем себе расслабиться. Свободе, радость. А потом, как обычно, к празднику, к чему-то так мы хотим себя привести в форму. И она говорит, что это интервальная диета, ей очень помогает. Она с утра ест, ну, то есть ест все, что угодно. С утра плотно ест. Целый день, аж до 10 вечера она вообще не кушает. И в 10 вечера то же самое. Она там садится, ест, ну, все, что хочет. 10 вечера, мечта, да, сесть поесть. Да, и все, и ложиться спать. И она говорит, для нее это очень даже, ну, ей помогает, она худеет. Я пробовала такую историю, на самом деле. У меня большой опыт с диетами. По тебе не скажешь. Почему-то мне всегда это было интересно, даже попробовать себя в разных таких историях. И как раз-таки интервальное голодание тоже пробовала. Но я, наверное, выбрала для себя такой жесткий интервал. Я не ела до 12. Ну, дня вообще не ела. То есть получается с вечера? В 8 на 6, да? С 12 до 6 у меня было пищевое окно, то есть 6 часов. Я кушала, что хотела. Ну, конечно, в рамках разумного. И это, наверное, одна из самых результативных диет для меня. Обратите внимание на Катин комментарии в рамках разумного. То есть, если мы будем с вами вообще жить в рамках разумного, у нас будет вообще все хорошо в жизни. Идеальная жизнь. Да, но по поводу интервальной диеты хочу сказать вот зрителям нашим. Очень важно сделать акцент на том, что именно большие перерывы в пище приводят иногда к очень проблемам большим со здоровьем. Если, например, есть у человека желчекаменная болезнь, если есть какие-то... То есть это какие-то противопоказания. Обязательно нужно с врачами советоваться, потому что молодые люди, они же пробуют все, как наша Катюша. Молодая, цветущая. Организм пока еще все выдержит, да? А нам уже нужно... Нам уже нужно... Изначально, когда садишься на диету, нужно учитывать и здоровье, и состояние... Образ жизни. ...психологическое, образ жизни. Я, например, похудела уже на 7 килограмм. Да, между прочим. Худею с сентября, да. Медленно, но верно. Главное, во всем меру иметь. Вот. И обладать, во-первых, верой в себя и действовать поэтапно. Вот, кстати, психологически, да, ты говорила, что нужно к этому подойти. Как подойти к этому психологически? Ну, вот в понедельник я хотела худеть, а во вторник я уже не хочу. Офу, дети. Как все-таки голоду свою привести в порядок? Вы должны научиться слушать себя, свой организм. Как бы это избито сейчас не звучало, да, в наше время, что надо себя слушать, дышать маткой, еще что-то. Вообще, очень важен баланс, прежде всего, эмоциональный, психологический. И начинать нужно не с понедельника, а начинать нужно сегодня. И ночевать тоже нигде в лишних местах не нужно, надо ночевать дома. Но что касается диеты, то очень важно выключить слово диета из вообще своего обихода и понять, что если ты хочешь сбросить вес и поддерживать его в адекватном положении, ты должен изменить способ жизни в принципе. То, как мы делаем, похудела, поправилась, похудела, поправилась, о, Новый год, о, 8 марта, отпуск. Получается, что только у нас три есть ориентира в году. День рождения. День рождения. Ну, то есть, это все время нужно для чего-то, но почему-то не для вас. Какой-то дате готовиться, да, надо жить в принципе. Почему не для себя, и почему не сегодня, и почему независимо от своего желания, а не внешнего раздражителя даты, да, или события. Вот это очень важно. Еще, у каждого человека есть какой-то определенный тип пищевого поведения. Один человек на стрессе много ест, другой человек на стрессе ничего не ест. И если мы будем связывать это пищевое поведение с эмоциями и последим за собой, как мы себя ведем, то предупрежден, значит, вооружен. Вы же знаете, что есть исследование, что было сделано МРТ человеку-наркоману и человеку, зависящим от сладкого шоколада, сахара. Они оба зависят. И они оба запускали те части головного мозга, оба этот центр удовольствия запускался, при том, когда наркоман получал дозу, этот получал шоколад. И в итоге, ну нет же зависимости от брокколи, девочки. Ну у кого-то есть зависимость от брокколи. Поэтому надо разобраться коротко с тем, от чего вы зависите. Снизить зависимость очень просто. Это делается в течение двух недель. Я смотрела там различные лайфхаки, да, и вот один такой смешной. Я вам даже сейчас его зачитаю, и мы попробуем... Сделать. Да, сделать, проэкспериментировать. Если время приема пищи еще не пришло, а организм требует подпитки, попробуйте положить руку на зону желудка. Давайте попробуем. Закройте глаза и прислушайтесь к своим ощущениям. Если голодные сигналы исходят ниже ладони, это голод. Если выше, аппетит. Я только борща поела, но у меня ниже тоже вот. Утренний борща поеду. Как мило. Я ничего не почувствовала абсолютно. В общем, оплануть можно. Это выпить стакан воды. А можно тогда я перекручу эту ситуацию в другую сторону? Стакан воды, кстати, переваривается 15 минут. Все, через 15 минут и снова захочешь поесть, да. Вот здесь есть очень крутая техника, интуитивное питание, которое построено только на том, на чувстве голода и насыщения. То есть вот именно на этом люди очень хорошо худеют, потому что они питаются не по графику, а тогда, когда действительно хотят. И именно эта система приводит к тому, что человек уже не привязан ни к какому режиму питания, а привязан к сигналам организму. И там есть три степени голода. И три степени сытости. То есть голод, есть ложные сигналы, что вы думаете, что вы хотите кушать, а на самом деле вы не хотите. И вот когда вы выпиваете стакан воды, и вы не хотите кушать больше 15 минут, значит, это было ложное. Ложный сигнал голода. Смотрите, представьте себе, мы едим и чувствуем, что мне уже хватит. Но на тарелке еще осталось. Надо есть. Не надо доедать. Не выбрасывать же первый вариант, да. Она справдивый, справдивый и распространенный. Потому что доедать. Свиней у нас дома нет. А мне говорили, доедай, а что доедать потом? Конопаты и жених Конопаты. Доедай, некрасивый Конопаты. Тут мы плавно переходим к детским травмам, поэтому вернемся обратно, чтобы не выбрасывать. Значит, смотрите, девочки, вы должны оставить еду. Вы два раза оставите еду или три? В следующий раз вы возьмете меньше. Просто будем знать меру. Кстати, тут же в целях экономии можно два раза поесть. Или всегда меньше, меньше себе, чем вы привыкли, порцию делайте. И просто вот когда мы начинаем худеть на ограничениях, психика так работает, что она свое все равно возьмет. И если мы худеем на 10 килограмм на диете, то потом мы набираем плюс 20 в следующие полгода. Они всегда друзей приводят эти килограммы. Есть такой прием. Здоровая тарелка. Сейчас я вам расскажу о нем. Получается, берем тарелку, делим ее напополам. И вот на одну, вторую часть выкладываем овощи. Вот. На одну часть... С майонезом? Без майонеза, с маслицем, соль, перец по вкусу. Вот. Маслицем. На следующую половину, вот на одну четвертую выкладываем мясо или рыбку, например. И на оставшуюся часть тарелки выкладываем, можно макароны, крупу или другой гарнир, любую картошечку. Вот. Это вот прием здоровой тарелки. Ну, можно... Какая тарелка должна быть такая? Два сантиметра где-то диаметром. Да, где-то 20 сантиметров диаметром, да. И еще один прием. Маленькие тарелки и большие вилки. Вот, тогда вы обучите меньше кушать. Когда я училась в университете, сейчас мы все любим, там, бегать по утрам, да, особенно, когда мы находимся где-то на море, просто грех не пробежать. Все бегут. Утром, утром по пляжу, это прекрасные виды. Я удивилась, сколько их много. Они прямо бегут и бегут, думают, так куда же вы бежите, сядьте, насладитесь этим прекрасным восходом, зачем вы бежите? Я училась в спортивном университете. У нас, конечно, не на тренера, там, но в гуманитарном факультете была. И, тем не менее, у нас была медицина. В нашем университете есть такой научный институт, где эксперименты проводят еще на спортсменах, уже таких профессионалах. Там, всякие датчики подключают, то есть, всякие опыты проводят. Вот. И один из опытов был, что действительно бегать лучше утром, ну, не рекомендуется. Мы просыпаемся, температура тела низкая мышцам, нам нужно больше, чтобы они разогрелись. Сердечные мышцы тоже не могут сразу перестроиться так после вашего сна, когда они спокойно работали, да. После этого многие, наверное, замечали, когда утром просыпаются, да, у них уже аритмия. Это вот как раз-таки этот бег и может нарушить ритм сердца. Так для этого же существует разминка перед бегом. Нет, вот именно, что утром просто нужно провести разминку, и ваше тело проснется, а побегать можно уже там после обеда, например. И, кстати, тоже в университете узнала такой факт, что лучшее упражнение, лучший вид спорта, чтобы похудеть, это у нас плавание, где задействованы все мышцы тела. Это батут, и, ну, если нет батута, то это скакалка. Я больше забочусь о активности какой-то своей жизненной. Для меня очень важно вообще, чтобы я была постоянно активна, не сидела на месте. Я открыла для себя танцы. Это, на самом деле, произошло очень случайно. Я вообще всегда любила танцевать, да, там корпоративы, там тусовочки, все такое. Но вот именно как увлечение, как хобби. Я увидела объявление о наборе в танцевальную группу. Там интересные были направления танцев, зумба активная, леди-дэнс, это такие женственные танцы. Ну, в общем, такая вот вся история. Я без раздумий, без долгих купила себе абонемент и пошла. И, ну, это для меня было очень огромное открытие, потому что мозг отключается, ты забываешь все свои проблемы, да, тут и психологический фактор. То, что ты расслабляешься, во-первых, эмоционально. Это удовольствие, во-первых. Да, ты получаешь от этого удовольствие. И в то же время это польза для тела твоего. Я не раз видела научные доказательства различные, что именно танцы способствуют улучшению эмоционального состояния, помогают бороться со стрессом и даже с депрессией. А все почему происходит? Потому что во время танцев улучшается регуляция уровня гормона серотонина и допамина, которые называются гормонами радости. И все отсюда как раз-таки вытекает. Мы становимся счастливыми, довольными. То есть тут двойная, так сказать, польза от этого всего дела. Кстати, недавно встретилась с эндокринологом, задала ей несколько вопросов, чтобы она как врач, да, как компетентный человек, рассказала нам о том, что является мифом, что является правдой. Я ей задала буквально 6 вопросов, предлагаю посмотреть. Нет, неправда. Витамин D нужно принимать под контролем его уровня. И желательно также под контролем уровня кальция. Если у нас повышенный кальций, необходимо обязательно принимать витамин D, так как это может быть вследствие недостаточности витамина D. Нет, неправда. Лучше всего коллаген принимать внутрь или местно. Омега. В омеге содержится достаточное количество необходимой суточной дозы, а в рыбе недостаточно. Сколько бы мы морепродуктов не принимали, в достаточном количестве наш организм не может усваивать. Не всегда. Бывают такие состояния, когда эндокринная патология не отражается на фигуре женщин. Поэтому необходимо это все контролировать, задав определенные анализы. Да, правда, потому что он является основным компонентом, контролирующим нашу нервную систему. Да, правда, так как основной наш обмен в организме регулирует вода. Чем меньше жидкости в нашем организме, тем больше патологических процессов может возникнуть. В зависимости от сезона года, потребность в организме человека в воде, жидкости разная зимой до 2,5, летом до 3 литров. Девочки, вот мы про тело поговорили, но давайте сейчас поговорим про эмоции. Вот как нам свои мысли привести в порядок. Реальный факт, который у меня с детства, я эту женщину прям надолго запомнила. Она всю жизнь жила вот с мужем, да, и видать у нее какие-то вот такие все время негативные эмоции. Он пил, там ее обижал, еще что-то. Ну и так случилось, да, у них там сосед появился, и она... Воспряла духом. Нет, она, знаете, вот эта женщина изменилась настолько, что она, она там, я не знаю, килограмм 130 весила. Она высокая, и она резко похудела. Распроведешь к соседу, в чем сосед здесь, в чем виноват он сосед? Она в него влюбилась. Она влюбилась, видать, да, она влюбилась. И вот эта вот эмоция любви в ней вызвала какое-то, наверное, состояние, что ее тело, она вот ни физкультура, ни чем таким не занималась, ни на диетах не сидела. Но она так похорошела, она похудела, ну, наверное, килограмм на 50. Ну, для ее высокого роста, и оказалась она такая красивая. Представьте себе повозку с лошадьми, которая несется непонятно куда, потому что она без управления. А управляет обычно повозкой кто? Человек. Человек. Так это можно и сказать про эмоции. То есть всегда эмоциями управляет человек, всегда, если он психически здоров. Давайте сделаем так, да, ну, типа акцент. То есть если у нас есть эмоции, значит, мы психически здоровы. И если мы еще можем ими управлять. Потому что мы же прекрасно понимаем, что если мы ассоциативно сейчас думаем про эмоции как повозку, то лошадь даже с человеком может понести. Да? И это и у нас случается с вами в жизни постоянно. Если мы начинаем себя изучать, то вы настолько сможете грациозно, филигранно жонглировать своими эмоциями. Ну, это же окружающие тоже заметят. Ваши родные это заметят. Есть такая вещь, как эмоциональное прикрепление. Что это значит? Ваш ребенок пришел домой, получил три пятерки, одну двойку. А вы сконцентрировались на двойке. Тем самым вы обесценили то хорошее, что он принес. И что должно было бы его стимулировать для следующего получения этого же опыта. Еще пятерку получить, например. Еще четверку получить. А если мы сконцентрировались на негативе, прикрепили туда эту эмоцию, сюда, в негатив, то, соответственно, мы ни ребенка не подстимулировали к тому, чтобы он положительный опыт повторял. Ну, и отношения с ним чуть-чуть, мягко говоря, испортили. Потому что в следующий раз он вообще чего-то или не скажет, или у него будет необходимость врать, или у него будет необходимость изворачивать, чтобы избежать этой реакции. Я считаю, что у каждой из девушек должны быть ритуалы свои обязательные для того, чтобы держать себя в правильном эмоциональном состоянии и благоприятном. Даже это может быть не обязательно поездка какая-то или какое-то такое большое действие. Это могут быть какие-то каждодневные привычки, которые нас успокаивают, которые нам уже привычны, какие-то такие алгоритмы действий. Лично у меня, например, есть ряд таких привычек. Кто из вас любит подольше поспать? До работы прямо за полчаса встает и бежит, как сломя голову. Я думаю, так многие делают. Но я знаю, что многие так делают. То есть любят спать до последнего и уже в последний момент выходить. Определенного типа люди. Да, но у меня такая вот уже очень много лет устоявшаяся привычка, что я встаю очень сильно заранее. То есть если мне до работы идти, допустим, 5 минут, я встану на работу за 2 часа. Вот это тоже моя история. Я люблю это время. Да, я обожаю ритуалы. У меня каждое утро делаю себе маску. Я в душ схожу, помою волосы, какие-то разные скрабы. Мусы для тела. То есть меня это заряжает на день. Я успокаиваюсь, да, если были какие-то, например, вчера вечерние проблемы на работе. И сегодня я начинаю новый день с новыми эмоциями. И у меня как бы такие вот мелкие ритуалы, такая маленькая рутина, она меня как бы располагает к хорошему дню, так сказать. Ну и шопинг, конечно, девочки, никто не отменял. Ну и моя история. Самая лучшая терапия. Расслабляюсь я музыкой. Даже если что-то раздражает, я включаю громко музыку, закрываю дверь, говорю, меня не трогайте 15 минут. А что там играет? Музыку. Скорпиум. Нет, я люблю такую энергичную музыку. Но это рок? Но если прям... Нет, не рок. Просто, не знаю, клубная вот такая музыка. Какое-то техно. Вот. А если я сильно раздражена, я включаю медитацию. Я хочу сказать, что для себя я открыла новое увлечение. Я стала ходить в женский клуб Марии Богомазовой. И там есть очень хорошие тренажеры, которые помогают женщинам стимулировать свой организм, свои мышцы. И я с собой для этого взяла девочек, чтобы им показать, что на самом деле там очень здорово. Особенно мне понравилась виброплатформа, которая помогает стимулировать все мышцы и приводить кожу в тонус. Я рада вас приветствовать в нашем женском тонус-клубе. Давайте будем начинать наше преображение. Это у нас баротренажер. Основан на том, что одевается юбка, создается эффект пониженного давления. За полчаса можно жесть до 10 тысяч килокалорий. Тренажер предназначен для интенсивного похудения. Немножко больше пружинь. Прям пружинь, пружинь. Этот тренажер основан на том, что у него вместо сидения под попой находится шар, что позволяет прокачивать мышцы тазового дна. Это очень полезно и физиологично для женщин. Укрепляет тазобедренные суставы и длиннейшие мышцы спины. Приводит в тонус даже самые мелкие мышцы тела, что полезно не только для тела, но в том числе и для лица. Плюсом ко всему убирает отечность очень хорошо. Ну и делает массаж внутренних органов, что позволяет убрать застои. Здесь вытачивается талия, здесь работают мышцы пресса очень хорошо. Здесь работают длиннейшие мышцы спины, плюс идет фасциальная растяжка. Очень хорошо растягиваются все фасции, что позволяет тело сделать более гибким. Можно поменять позицию. Здесь очень хорошо прорабатывается плечевой сустав. Этот тренажер у него очень хороший эффект антицеллюлитный. Он убирает целлюлит в самых сложных местах, в том числе убирает объемы в самых сложных местах. Можно его сесть и обнять, можно сесть спиной, можно лечь спиной, можно лечь с животом. Очень хорошо, кстати, этот тренажер убирает вот эту вот часть руки. У женщины это одна из самых проблемных частей. Очень хорошо убирает объемы, подтягивает кожу. Это электромагнитный тренажер. Устанавливаем вот такие электроды. Заменяет 5,5 часов тренажерного зала на эту зону. Если говорить по калорийности, у него есть разные функции. Можно поставить от накачивания мышц до растяжки. Замечательно провели время в женском зале. На самом деле я поддержу, мне тоже очень сильно понравилось это место. И я бы посоветовала многим жителям нашего города, чтобы они также посетили это замечательное место. И тут что хочется сказать. Мы сегодня разобрали разные варианты. Кто как справляется с эмоциями, кто как занимается своим телом. Но важно отметить, что каждая должна подобрать для себя свой вариант. Выстроить свой путь в этих сложных делах. Кто-то бегает по утрам, кто-то против этого. Я, например, сказала танцевать. Да, я вот буду топить за это до конца. Мы на танцы пойдем, да. Все встаем утром. И как зарядка у нас обязательно должны быть танцы. На самом деле это очень сильно заряжает. Но все-таки каждая девушка вольна сама выбирать, как она хочет управлять собой, управлять своими эмоциями, как она хочет привести себя в порядок. Главное тут слушать себя, слушать свое тело. И делать так, и жить так, как хочется только себе. Будьте самим собой, да.